еда у нас вроде какая-нибудь какая то есть что туда есть долететь сможем в принципе точные идеи были все собрали ничего не пропустили и 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 Где-то тут Он там наверху Чтобы туда попасть Поток откуда-то исходит Непонятно откуда Откуда-то Ничего не скажешь. Олей на колонизацию средств не пожалел. Видал, когда-нибудь такой здоровенный вид ком? Ага. У одного знакомого был похожий на трассе. На крыше. У кого? Итак, у одного парня сверху. Ты его не знаешь. Как скажешь? Как думаешь, он еще работает? Ведь мы можем связаться с Ириной. Как думаешь? Ладно, ладно, понял. Есть только один способ проверить. Чистим территорию. Продолжение следует... Я иногда могу вверху. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 One to go DimaTorzok 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 Ну, видишь что-нибудь? Ничего, всё чёрное. А сейчас? О, вроде белый шум появился. А сейчас? Белый шум и прыгающие полосы. А сейчас? Только полосы. Ой, что ты только что сделал? Выдохнул. Только ничего не трогай. Кажется, изображение улучшилось. Ладно, думаю, можно начинать. Ты готова? Нет. Но 5 минут ничего не изменит. Так что давай не будем тянуть. Эрина на связи? Мама? Ю? Это ты? Да, это мой скейн. Здравствуйте. Где вы? Где вы? У вас всё в порядке? Мы на истоке. И... О нет. Вы что, добрались до истока? Улетайте тут немедленно. Совет приказал отправить за вами дронов шерстной. Да, но я в курсе. Мы уже... Эээ... Решили этот вопрос. Вы с ума сошли. Они первые начали. Тех, все еще хуже, чем я полагала. В смысле? Что такое? Что хуже? Ты можешь просто рассказать, в чем дело? Когда вы исчезли, совет объявил вас в прозыск. Но это была не самая удачная идея. Поползли слухи. Что вы вроде как сумели скрыться с радаров Улья. Что вы вроде как начали новую жизнь вместе где-то в космосе, вопреки решению распределителя. И что, в общем-то, как всё и было. Так всё и было. Ох, просто безумие какое-то. В том-то и дело. Вы двое стали символом. Люди готовы пойти за вами. Совет не может этого допустить. А потом пришел сигнал с планеты, которая считалась необитаемой. Послушайте, вы должны срочно вернуться домой. Я могу всё исправить. Могу задобрить лорда Озиаса. Что? Причем только лорд Озиас? При том, что он в ярости. А вы чего ожидали? Не понимаю. Только не говори, что ты не знаешь. О чем не знаешь? Мы, похоже, вообще ни о чем не знали. Например, о том, что на истоке была колония. Была. Но это совсем другая история. Вообще-то вы не должны были её увидеть. Что увидеть? А что вы видели? Хватит увиливать. Что случилось на истоке? Почему никто не знает о судьбе этой колонии? Почему здесь всё заброшено? Ну ладно. Да. Эксонова участвовала в колонизации истока. Когда я ещё была только вице-президентом. Об этом никто не знал и не знает, потому что всё пошло не так, как обычно. Вместо того, чтобы включить планету в состав Улья, они решили создать как бы внешнюю колонию. Что это значит? Это значит, что они прилетели сюда только за потоком. Ты слишком всё упрощаешь. Но да, вообще-то ты прав. К тому моменту Эксонова как раз достроила новую экспериментальную электростанцию. Поток добывали прямо из ядра планеты при помощи бура. Затем поток сгущали для упрощения транспортировки. Но ведь это опасно. Совершенно безопасно. Если правильно обслуживать станцию. Что было дальше? Но эту станцию обслуживали неправильно. Примерно через 30 лет оборудование стало изнашиваться. Прежний президент Эксоновой решил, что замена боится слишком дорого. В общем, результаты вы и сами видели. Ржавчина? Что-что? Ржавчина. Такое красное вещество, оно повсюду. А, это... Ну да, наверное. Но я говорю о взрыве. В ёмкости конденсатора появилась трещина. Поток стал неустойчивым, в гибре началась цепная реакция, а потом... Так вы... Постойте. Вы подорвали целую планету ради какого-то потока? Просто так сложились обстоятельства. А что с людьми? С теми, кто жил и работал на истоке. Что стало с ними? Большую часть людей эвакуировали, но некоторым не повезло. Я бы с радостью вам о них рассказала, но у вас мало времени. Совет решил наказать вас в пример другим. Если они схватят вас, я ничем не смогу помочь. Но если вы вернётесь, я попробую всё уладить. Мы распределим вас в назначенные пары. Мы дадим вам зачитать опровержение и что-нибудь собрём. И всё будет нормально. А что если мы не хотим, чтобы всё было нормально? И так нормально. Мы расстроены. Я понимаю. Вы. Я помню себя в молодости. Но в конце концов, можно думать и о других. Возможно, распределитель не идеалит, но системы лучше у нас нет. Или вы хотите вернуться ко временам метки? Постановить неравенство, с которым так упорно боролись старейшины. Вы и правда думаете, что стали счастливее? Замечательно. Но из-за вашего эгоизма двое других людей остались ни с чем. Представьте, что началось бы, если бы все поступали так же. И стали бы счастливее. На истоке хватает места. Конечно же нет. Естественно, все любят время от времени поворчать о распределителе. Вот только без него нам всем было бы намного хуже. Распределитель – это гарантия того, что все наши совместные усилия не пойдут прахом. Это гарантия нашего будущего – стабильность, долговечность. Уверена, что можете гарантировать то же самое? Разумеется. Мы любим друг друга. Но вы точно так же полюбите назначенных партнеров. Они полюбят вас. Любовь не всегда подобна к тепловоглощающему пламени. Ее нужно раздувать из искорки и беречь. Она словно огонь в очаге и не дает замерзнуть зимой. Разве такая любовь хуже вашей? Ю, Эти раз в жизни у тебя была причина сомневаться в любви между мной и твоей матерью? Она хоть в чем-то уступала вашим чувствам? Нет, но… Любовь немного больше и сложнее, чем вы можете себе представить. Она всегда найдет свой путь. И вы тоже найдете свой путь. Нужно поспешить. Успеть разобраться со всеми глупостями. Что вы натворили? С глупостями? Какие глупости? А ваши глупости, кто с ними разберется? Что приведет в порядок исток? Исток – дело прошлое. Как и Ули. Ладно, пойдем. Соти, нельзя же просто так. Прости, что я настоял, чтобы мы с ней связались. Я не думал, что… Ничего, я привыкла. Я не против, если мы сразу вернемся в гнездо. Я немного не вне настроения, чтобы… Чтобы что угодно, если честно. А знаешь, ты права. Пойдем домой. Ты в порядке? За всю обратную дорогу слово не проронило. Да-да, все хорошо. Просто нужно кое-что переосмыслить. Поверить не могу, что мама столько от меня скрывала. Все это время. Иди ко мне. По крайней мере, сейчас мы обо всем знаем. Мы же и твой хотели, правда? Ага. Только кое-чего я так и не понял. Она упоминала Горда Озиаса. Я никак не пойму, причем тут этот Бурак? Он слишком молод, чтобы быть замешанным в истории стайной колонии. То есть понятно, что он на короткой ноге с советом. Но я все не возьму стол. Какое ему до нас дело? Я... Кажется, я догадываюсь. Серьезно? Обещаешь, что не будешь злиться? Что? Какой стати мне злиться? Это связано с парнем, которого мне назначили в пару. Да плевать на того парня. Разве нет? Ну да. То есть... Постой. Ты хочешь сказать, что твой партнер Озиас? Озиас? Тот самый? Главный Блумов? Сын во всем. Ули? Тот самый? И ты все это время молчал? Ты же обещал не злиться. И сказал тебе все равно, кто мой партнер. Я и не злюсь. Но Ю, как так? Он же один из самых влиятельных людей в Улье. А еще он чокнутый. Ты никогда не задумал, что для меня эта маленькая деталь может быть важна. Я боялась, что ты передумаешь, если узнаешь. А что? Я вполне мог бы передумать. Одно дело сбежать из Улья. Но лорд Озиас, это же маньяк. Своим отказом ты его унизила. Он никогда не оставит нас в покое. Я его унизила? Вообще-то мы с тобой вместе сбежали. Но он твой партнер. Это была твоя идея. Значит, это темно в том, что мне назначили психопата? Мне просто кажется, что ты могла бы мне об этом рассказать. Это еще и вопрос доверия Ю. Вообще-то пять минут назад ты жаловывал, что мама тебе о чем-то не рассказала. Но ты сама поступаешь со мной так точно так же. Это вас, я так понимаю, семейная. Ну да. Интересно, конечно, в кого-то пошел. Но я не удивлена, что от тебя отказались. Ого. Вот ты как? А получше ничего не придумала? Я не... Я не хотел сказать. Ой, все. Ой, все. Да ладно. И что же ты хотел сказать? Не знаю. Повышаешь голос я тоже завожусь. Оно само вырвалось. Должен сказать, я в шоке от того, что именно у тебя вырвалось. Я думал, что хорошо тебя знаю. Друзья сам ты тоже так разговаривала. Ладно. Достаточно. Отблумись от меня. Кей. Слышать тебя больше не могу. Ну и ладно. У меня все равно больше ничего тебе нечего тебе сказать.